Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 16 июня, и я вот продолжаю серию видеороликов о курином помёте, потому что начиталось, что куриный помёт это универсальное удобрение, в котором огромное количество макро-микроэлементов, что его можно применять под все культуры, но, применяя нынче, вот начав использовать впервые, я действую с огромной осторожностью, потому что это первый опыт, как бы не навредить. И все свои видео, вот все, что я буду делать, я снимаю, как предполагая, что некоторые люди, которые тоже захотят впервые применить куриный помёт, будут смотреть на мои видео и уже подумают, нужно им это делать или нет. Вдруг мой опыт будет не очень удачный. В конце сезона, конечно, я буду делиться с вами впечатлениями. Вот вчера я делала подкормки огурцам вечером. С огурцами все просто. Там они любят азот все. С томатами сложнее. Как я разводила маточный раствор, вы сможете посмотреть в предыдущем видео. Если в случае с огурцами все просто, они любят азот, их можно подкармливать куриным помётом в течение всего сезона, им все пойдет на пользу, то с томатами подобные подкормки нужно делать с особой осторожностью. Все мы знаем, томаты склонны к жированию. Поэтому я прошлась по своему участку, по огороду и разделила все томаты на две группы. Те, которые можно подкармливать и даже не можно, а нужно, необходимо. И те, которым подкормки категорически противопоказаны. Вот я стою сейчас, впереди меня две вот эти грядки. Вы видите прекрасно, какое у них состояние. И азотная подкормка им, конечно, не нужна. И вот если спросить, какие томаты не стоит подкармливать куриным помётом, я расскажу так. Роскошным томатам, у которых и так все хорошо, наверное, все-таки куриная подкормка не нужна. И тут золотое правило подкормки, что еще раз повторю, хотя все говорят много раз повторяйте, еще раз повторю. Лучше не докормить, чем перекормить. Если вот эти я перекормлю, я их испорчу. Идем дальше по участку. Сейчас покажу, которые нужно подкормить и даже необходима им такая подкормка. Но я вчера уже их показывала. Я просто как для образца вам показываю, что каким нужна подкормка, каким необходима. Конечно, хилым, конечно, ослабленным, с маленькой зеленой массой. Им она просто необходима. Им нужно дать толчок. Ну и тут, конечно, я вот показываю, которые даже меньше недели назад высадила, которые перестояли в рассаде. Но они могут быть не только такие. Тут у меня вот совсем уже полумертвые, полуживые. Но может быть два варианта. Или которые совсем полуживые. Вот из-за поздней высадки, из-за того, что рассада перестояла. Или у тех, у кого маленькая зеленая масса, маленький листовой аппарат, им просто необходимо. Сейчас мы будем их поливать. Но тут мы должны всегда помнить, что такие корневые подкормки можно делать и днем, и утром, и вечером. Это не листовые. Но перед этим нужно обязательно их поливать. Вот вчера вечером мы сделали полив. Видите, грунт влажный. И по влажному грунту мы сейчас начнем поливать. Маточный раствор беру из той же самой бочки. Хорошенько-хорошенько все взбаламучиваю. Зачерпываю в ведро. И начинаю делать рабочий раствор. Рабочий раствор для томатов делаю менее концентрированный. Тут я уже добавляю не один литр маточного раствора, а всего пол-литра. Сейчас дополню до 10 литров. Тут я уже не добавляю вот этот гумат калия. Потому что у нас сейчас основная цель у меня толкнуть, простимулировать томаты на наращивание зеленой массы. Нам нужен в основном тут только азот. Вот эти вот, которые кусочки плавают. Они нам очень помогут. Это все органический азот. Все, сейчас пойдем поливать. Пол-литра маточного раствора на 10 литров воды. И в каждую лунку я выливаю по 2 литра вот этого рабочего раствора. То есть по 1 литру на растение. Где растение одиночное посадки, там литр. Где вот так сдвоенные, там 2. Конечно, я литровыми банками не меряю. Я просто вот эту лейку сейчас разолью на 5 лунок. И получится примерно 2 литра в лунку. Если в лунке сидит 1 томат, то такая лейка 10 литровая, значит будет разливаться у меня на 10 кустов. И вот томатом, в отличие от огурцов, такие подкормки нужно делать вот только по необходимости. Или после высадки в грунт, ну чтобы поддержать его, нарастить зеленую массу. Или в крайнем случае только в первой половине лета, вот июнь. Вот, например, я высадила сейчас слабо и высадила поздно. Остальные уже хорошие, а тихилы им необходимы. Короче, тут вот это золотое правило подкормки должно сработать как никогда. Лучше не докормить, чем перекормить. И вот из всей этой серии видеороликов о курином помете, вот особенно для начинающих, хочу обратить ваше внимание, посмотрите, как по-разному нужно применять даже самую простую органическую подкормку, такую как куриный помет. Казалось бы, ну что, куриный помет и куриный помет развел всю бочку и поливай все подряд. А видите, как, оказывается, огурцы это любят, им это хорошо, а томаты нужно применять с опасением. Только по необходимости, только слабым, только умирающим или с недостаточной зеленой массой. Я надеюсь, в моем видеоролике как кого-то из начинающих огородников от ошибки, как предотвратят ошибки. И, возможно, кто-то посмотрев, вдруг у меня будет неудачный опыт, кто-то, посмотрев на мой неудачный опыт, может быть, сделает по-другому что-то, изменит концентрацию, послабее или пораньше сделает. Ну все, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok